Нет времени на раскачку. Больше двух месяцев Маргарита Бартони посещала любимый спортзал. Тренироваться не прекращала и дома. Говорит, карантин фигуре не повредил. Но открытие фитнес-клуба – огромная радость. Спорт присутствовал, потому что как только началось вот это вот все, я сразу же заказала себе гантели, фитнес-резинки. Но все равно, понимаете, это не та же самая нагрузка и было очень сложно. И как только узнала, что 1 числа открывается фитнес-клуб, сразу сюда пришла. Теперь фитнес с соблюдением санитарных норм. Надеть маску при входе, измерить температуру, соблюдать социальную дистанцию на тренажерах и в аэробных залах. После каждой тренировки рекомендуется протирать тренажер специальными дезинфицирующими салфетками. В залах почти стерильная чистота. Каждые 2 часа влажная уборка помещений. Продезинфицирована вся вентиляционная система. Воздух обеззараживается. В бассейне производят специальную очистку воды. Индивидуальные полотенца теперь находятся в специальной герметичной упаковке. К сотрудникам фитнес-клуба особые требования. Тест на коронавирус обязателен для всех. Следить за рельефом тела клиентов сейчас не главное. В приоритете – здоровье. Весь карантин команда тренеров поддерживала своих посетителей онлайн. Мы просто смотрели в голый экран, видели себя. При этом необходимо было показать идеальную технику, сказать идеальные команды. Мы не могли никого поправить. И приходилось каким-то образом еще больше требовать эту связь с ними через экраны. И в принципе они нас не подвели. Мы верили в то, что они молодцы, справятся. Ольга работает тренером около 8 лет. В таком онлайн-режиме побывала впервые. Каждый день записывала тренировки, была на связи 24 часа в сутки. Говорит, в период изоляции спортивная поддержка была необходима всем. Слова благодарности после открытия это подтверждают. Люди улыбаются, люди довольны. Мы видим это по нашим соцсетям. Все нас отмечают, все соскучились по тренерам, соскучились по тренировкам и просто по тому движению, которое задает тренировка в фитнес-клубе и по той энергии, которую это дает. С соблюдением норм работают детский центр и бассейн. Сотрудники фитнес-клубов уверены, если санитарные правила будут поддерживать и сотрудники, и посетители, расставаться со спортом больше не придется. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.